И ненавидеть ее с каждым сезоном В Челебинске и рубрике у наших южных соседей по глобусу в восьмом часу вечера на перекрестке Ленина-Российская приключился лобовой таран, в котором травмировались пять человек, в том числе двое детей и их папка, депутат, который, собственно, и инициировал этот жесткий замес. И вот это обстоятельство привнесло дополнительные узоры в эту драму. Декорация такая. Вечером по главной улице Челябы, по проспекту Ленина от третьего интернационала к красноармейской катился черный китайский мини-вен «Джек», за рулем которого сидел 41-летний депутат законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва Дмитрий Клеутин, который до кучи является директором завода «Томир», изготавливающего оборудование для отопления и вентиляции предприятий. Ну, в общем, человек не бедный, человек известный, человек при власти. Вместе с ним на борту Джека находились жена и двое детей. На перекрестке с российской с китайским мини-веном случилось неожиданное. Он внезапно рванул налево через двойную, выскочил на чужую, углубился в нее до второго ряда, и на нем лоб в лоб забодал первый встречный французский бездорожник «Рено Каптюр», пилотируемый с сорокалетней дамой. В результате лобового тарана, в рамках которого встречные болиды вообще не тормозили, здоровьем пострадали все пять участников замеса и депутат с семьей Ирина Водко. О тяжести увечья не сообщается, но папка депутата Дмитрия Клеутина поведал, что его сын в реанимации. Возникает вопрос, а по какой такой причине народный избранник так вызывающе нагло вылетел навстречку? Понятное дело, что в комментариях добрые избиратели напихали ему по самую голову, и наиболее мягко это «зажрался». Но эта версия с самого начала не била. Депутаты, конечно, бывают разные, но Дмитрий Клеутин – это ведь еще и муж, и папка, и он вез в минивене свою семью, и сложно представить, что человек в полном здравии мог с самыми близкими и родными вот так вот в тупую поехать по встречке, наблюдая перед собой болиды. Оказалось, и эту версию озвучила Урару, что у 41-летнего водителя родителя и депутата случился сердешный приступ. Видимо, поэтому он и лежит в реанимации, а не от механических увечий. И есть в этом замесе еще один очень важный нюанс. По картинке с регистратора реновации видно, что 40-летняя пилотка Каптюра среагировала на внезапный вылет в лоб черного поднебесника и попыталась увернуться вправо, но расстояния не хватило. Удар произошел, и Рено кормой вперед выплюнуло на тротуар. А это ведь типичнейший автобильярд. В восьмом часу вечера в центре областного центра на тротуаре перед «Зеброй» могли стоять пешеходы. Тем более, в момент замеса им горел красный, и они могли сконцентрироваться в немалом количестве. И вот в этом случае это могла бы быть автокатастрофа с несколькими погибшими. Но в этот раз разумным проперло. Небеса смилостивились и удовлетворились травмами депутата и иже с ним. Субтитры создавал DimaTorzok